Ребят, если вы ищете какой-нибудь сайт, чтобы испытать свою удачу и выиграть шмоточек из доты, то лучше чем dotamix.com вы точно сейчас не найдёте. Там уже выдано более 6000 аркан, все ваши друзья уже давно там играют и недавно там ещё и запустили бесплатный режим, так что советую заценить. А ссылочка с бонусом в описании. Привет ребят, это ТОП ДОТА и обещанный видос. Их по обнове будет ещё очень много, так что не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик и ставить лукасы. Буквально меньше, чем 2 часа назад таймер закончил свой отчёт иииииии все обломались, погрязнув в лагах и попытках обновить страницу. Как обычно, у Valve не получилось всё сделать нормально, да ещё и с первого раза, но всего минут через 30 уже можно было вытянуть хоть какую-то информацию и давайте пробежимся по самым ключевым изменениям, чтобы не затягивать видос на час и чтобы при этом у вас была хотя бы какая-то общая картина того, что творится с дотой. Кстати, на тестовый сервер патч так и не выкатили, по крайней мере пока я пишу этот видос. Итак, поехали! И сразу скажу, что я мог упустить что-то очень важное, потому что у меня перед глазами сейчас пара десятков тысяч слов на английском языке и куча лагов, не прогружающихся картинок и прочего мусора, так что вытащить нужную инфу не так уж и просто. Ну ладно. Во-первых, наверное самое ожидаемое. Манки Кинг. Сначала Valve всех подосрали и ничего о нём не сказали в своём патчноуте, но затем всё же инфа пошла. Да, герой действительно будет, и как только страница с ним начнёт нормально работать и не показывать китайские иероглифы, я постараюсь сделать видосик. Но пока же ещё ничего не понятно, кроме того, что он лазит по деревьям. И пока всё выглядит слишком уж печально, в плане лагов, естественно. И ещё, кстати, будет арканка на этого самого Манки Кинга, и мне уже написали спонсоры, так что ждите завтра крутой розыгрыш. Ну а теперь пойдёт хардкор. Готовьтесь. Вводится система талантов. Теперь герои на 10, 15, 20 и 25 уровнях прокачки смогут выбирать себе таланты, которые как-то будут их усиливать. Для примера взяли в Рейс Кинга. Он на своём 25 уровне может законтрить монобёрнеров с диффузами и антимага. У него просто есть соответствующий талант, который убирает монокост ультимейта. Звучит просто очень дико и совершенно по-новому. Ничего подобного в дотке ещё не было. Я слышал, что подобная тема есть в лоле, и если вы играли, то можете пруфнуть, потому что я честно не в курсе. В общем таланты эти у каждого героя свои и все они заточены под разные игровые ситуации, разные пики, разные контрпики. Это нововведение сильно добавит разнообразия и вариативности, однако уже очень многие от него блеванули. Типа дота всё сильнее превращается в лол, а казуаливается и т.д. Лично я хз, звучит это всё интересно, но надо пробовать. Просто так же сказать пока ничего нельзя. Нужно хотя бы скатать пару каток. Теперь дальше. Переработка леса. Леса обеих сторон разделили на две части, основную и дополнительную. Теперь у нас стало больше спаунов, теоретически стало больше голды, однако лесные крипы теперь спаунятся раз в 2 минуты, а не раз в минуту как раньше. Так же для лесников добавили ещё одну очень важную штуку – святилище. Это строение, которое находится возле потайных лавок. На них можно тпшиться и от них можно хилиться. Такой вот внешний филиал фонтана. Ну и расположение выбрано не случайно. Теперь в этой области леса будет располагаться не два спауна, а целых три, что на самом деле очень интересно. Лес таким образом действительно делится на две части. И пока сложно сказать как это всё повлияет на лесников. И кстати, эншент спотов стало в два раза больше. Один спот в основной части и один в дополнительной. И забыл сказать, что ещё изменили руны. Теперь руны делятся на бустовые руны и на баунти руны. К бустовым относятся те, которые нас улучшают, типа ДД, ускорение. А к баунти, собственно, баунти, как я понял. И эти баунти руны появляются теперь не на реке, как обычно, а опять же в лесу. Такие вот дела. Кроме того, Valve успели перенести Рошана и теперь он будет находиться где-то около верхней руны на реке. Ну а более точно я пока сказать не могу, да и вообще никто не может, потому что никаких скринов и никакого геймплея ещё не было. А я вам обещал сделать ролик как можно быстрее. Ещё Рошану урезали хп, подняли броню, немножко увеличили атак рэндж и так далее. Нет смысла говорить про цифры, потому что сложно будет прикинуть как это всё будет работать на практике. И если хотите, то можете почитать всё подробно по ссылке в описании. Лучше уж дождитесь завтрашнего дня, всё пробуйте собственными руками и увидьте всё собственными глазами. Я же вроде как осветил самые основные моменты обновы, если что-то очень важное я пропустил, то смело поправляйте меня в комментах. Ну а если поправить вам нечего, то хотя бы просто туда загляните, возможно кто-то уже меня поправил и там есть что-то очень существенное. Ну и на этом пожалуй всё. Завтра ждите новых видосиков, думаю материала будет просто огромное количество, поэтому не забывайте подписываться и жать на колокольчик, снова вам напоминаю. И конечно же пишите, что вы обо всём думаете. Например о талантах у меня пока очень смешанные чувства и мне очень сложно прийти к какому-то однозначному мнению. Ну а пока всем удачи и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok